В эфире де-факто в студии Алексей Немкевич. Здравствуйте. Со своими бывшими лучше не пить. Это подтверждает история убийства в Будокошелевском районе, где после ссоры муж и жена, состоящие в разводе, с новыми чувствами стали выяснять старые отношения. Все закончилось необъяснимой яростью, которая захватила мужчину, распивавшего алкоголь в компании своей бывшей, ее супруга и общего знакомого. Мужчина схватился за кухонный нож и одним ударом отнял у своей бывшей супруги жизнь. Через некоторое время информация об обнаружении трупа поступила в милицию. 48-летний подозреваемый, бывший супруг погибшей, ранее привлекался в уголовные ответственности. В день совершения преступления он как раз освободился из-за места отбывания наказания. В настоящее время к нему применена мера пресечения в виде заключения под стражу. С его участием проводится следственное действие. Следователи продолжают работу по сбору доказательств. Назначено проведение ряда экспертиз, в том числе судебно-медицинских и трассологических. Неосторожное обращение с огнем может больно ударить по карману. Ущерб, который причиняет пожары, обычно исчисляется тысячами долларов. По данным за последние сутки, убытки подсчитывают владельцы дома номер 4, 6-го переулка Ильича в Гомеле. Огнем повреждена крыша строения, потолочное перекрытие и некоторое имущество. Причина пожара выясняется. Спасатели еще раз напоминают, что к пожарной безопасности не стоит относиться беспечно. Операция «МАК» не сбавляет обороты. В Гомельском районе правоохранители уничтожили около полутонны дикорастущей конопли. Ее сначала скосили, а потом сожгли. Небольшая плантация растения в треть гектара была обнаружена в поселке Цагельне, недалеко от комплекса агрокомбината «Южный». А в агрогородке Огородники Калинковического района оперативников и вовсе, можно сказать, ожидал джекпот. Там была обнаружена площадка в полтора гектара, на которой колосилась конопля высотой в два метра. Плантация размещалась на поле, которое принадлежит торфабрикетному заводу, но по внешним признакам никем не обрабатывается. Урожай свежей марихуаны составил две тонны. Напомним, незаконное выращивание наркотических растений карается штрафом, а если это делается с целью сбыта, то уголовным преследованием. Таков обзор происшествий к этому часу. Оставайтесь на Беларусь 4.